Всем привет! Меня зовут Баннивур. В течение многих лет в эфире своих трансляций я пугаю, а временами и веселю зрителей прохождением самых разнообразных игр в жанре хоррор. За длительное время пройденного материала скопилось немало и я хочу поделиться собственным рейтингом самых качественных образцов игровой индустрии в жанре хоррор. Оговорюсь сразу, топ-лист составлен на основе персонального опыта, поэтому, предвосхищая удивленные возгласы, а почему нет той или иной игрушки, скажу, возможно, я их банально не запускал. Итак, начнем! Пятое место. Alone in the Dark 5. Несмотря на весьма тривиальный сюжет, в котором внезапно потерявший память экзорцист Эдик с помощью госпожи Сары и любых подручных средств сражается с самим Люциперием, игра уверенно вошла в пятерку лучших моего рейтинга. Во-первых, заурядность сюжета с лихвой компенсирует невероятно увлекательный геймплей. В ходе приключений протагонист пробует себя в роли таксиста, автослесаря, следователя прокуратуры, страстного любовника и даже спецназовца ВДВ, ловко истребляя потусторонних тварей при помощи любых подручных средств. От весла до волыны. К слову, в претендентах для замачивания в сортире недостатка главный герой не испытывает. Тут и антропоморфные шизоиды с трещинами в разных местах, устраняемые только точным попаданием в эту трещину, и разнообразные гады животного мира, и даже дрессированная грязь, которая то и дело норовит погрести несчастного Эдика под своей толщей. Кстати, Мистер Мускул от нее не спасает, помогает только стремительный побег, куда глаза глядят. Вторым достоинством и фишкой игры можно назвать уникальный итем-менеджмент и взаимодействие с окружающей средой. Хватать, тащить, толкать и поджигать позволительно абсолютно все и вся. А каждый предмет предлагается использовать по разному назначению. К примеру, обычным спреем можно вылечить рану, а можно превратить его в небольшой коктейль молотова, передав пламенный привет нечисти. В общем, чтобы добраться до одной из нескольких развязок, вам предстоит пристрелить массу упырей, решить тьму головоломок, а если повезет, даже сломать игру, как это сделал я. Четвертое место. Outlast. Игра состоит из основной части и дополнения DLC. Впрочем, в 2017 свет увидит Outlast 2, что ожидается фанатами жанра с огромным вожделением. Действие обоих релизов происходит в стенах заброшенной психушки, которая в свою очередь является лишь прикрытием научной лаборатории по производству сверхчеловеков, где над и без того кровожадными маньяками ставят зверские эксперименты. Суть всего шедевра можно описать всего одним простым словом. Кирпичи. Их вам предстоит отложить целую гору и еще пару шлакоблоков, и только потом вас разберет инсульт. Игра не для слабонервных, поэтому запасайтесь стратегическими запасами валерьянки. Помимо целого ряда скример сцен, заставляющих игрока подпрыгнуть на стуле метра на два, на психику давит жуткая атмосфера перманентного преследования. Опасность может подстерегать за каждым углом, поэтому все, что вам захочется, найти безопасный уголок и тихо там скулить, а каждый шорох будет вызывать приступ панической истерии. Сражаться с психами нечем, полоски хитпоинтов. Нет. А единственный способ спастись, пуститься на утек. Или не попадаться на глаза. Поэтому в любой непонятной ситуации бегите. Вдобавок единственный источник света, видеокамера в режиме ночной съемки, систематически требует смены батареек. Поэтому под страхом оказаться в полной темноте, вы с ужасом будете наблюдать, как уменьшается полоска заряда, умоляя судьбу послать вам еще одну батареечку, за которую ближе к концу повествования вы будете готовы продать почку. А когда после финальных титров вы заглянете в зеркало, на вас посмотрит седой изможденный старик с нервным расстройством и повышенным давлением. Третье место. Колов Ктулху. Обыскать район. Сдохни. Рябина Дагон Гидра. Для зрителей моих трансляций это не просто веселые фразы. Это архив эпичных мемчиков, с которыми связана масса ярких эмоций и впечатлений от прохождения сего шедевра. И все это он, старина Лавкрафт, наделавший в свое время столько шуму своими рассказами про древних, что некоторые особо настойчивые-упоротые до сих пор ищут загадочный некрономикон, способный вызывать демонов. Выпущенная в 2006 году игра по мотивам произведений Говарда Филлипсовича произвела фурор, став культовой в своем жанре. Главный герой, детектив Джек, оказывается втравленным в крайне паскудную историю, переполненную как потусторонней мистикой тайного ордена Дагона, так и вполне себе рядовой бытовухой с бесследным исчезновением жителей таинственного городка Инсмаут. В ходе расследования игроку предстоит грохнуть немало как человеческого материала, так и совсем уж гнусных монстров. Но еще чаще придется решать головоломки и тайно пробираться по трущобам и заброшенным катакомбам, опасаясь быть раскрытым. И все это пропитано фирменной лавкрафтовской атмосферой разрухи, упадка и полного отчаяния. Гротескные пейзажи, фантастические видения, таинственных шепот и периодическое помутнение рассудка главного героя во время встреч с представителями чуждых миров превосходно переданы революционной для 2006 года графикой и движком. А когда вы встретите Дагона, вам придется пару часов сушить трусы, это я вам гарантирую. Завершить же феерический геймплей побег из разрушающегося храма Ордена Древних, где на голову протагониста совершенно непредсказуемо будут обрушиваться огромные валуны. И пока вас не расплющат огромной булыгой, раз это к 200, о финальных титрах даже не мечтайте. 2 место Resident Evil Две первых строчки моего персонального рейтинга займут настолько культовые игры, что ограничиться определенной частью невозможно и требуется рассказывать о явлении целиком. Медиа индустрия устроена таким образом, что игры по фильмам выходят куда чаще, чем наоборот. Обратные ситуации можно пересчитать по пальцам руки фрезеровщика. Для экранизации игры последняя должна получиться настолько шедевральной, чтобы душа развернулась и свернулась обратно. Именно такой стала легендарная серия Resident Evil. Первое полномасштабное полотно о зомби и всем, что с ними связано. События в каноничных частях этого сериала вращаются вокруг зловредной корпорации Амбрелла, которая то и дело насылает на мир какую-нибудь биологическую пакость в виде смертельных вирусов. И первым под замес амбиций по созданию сверхчеловеков попадает среднестатистический американский городок Раккун-Сити. Именно он принимает на себя первый вероломный удар Амбреллы, после которого мертвые граждане внезапно воскресают только с одной целью – сожрать соотечественников. Главными героями истории становятся командос Джилл и Крис с сестрой Клэр, а также оперуполномоченный местного ГУВД Лёня. Именно им предстоит разрушить коварные планы Амбреллы, попутно уничтожив орды зомби вместе с главарями особо свирепыми мутантами. Серия выдалась настолько мощной, что по ней незамедлительно сняли пять фильмов и написали целую кучу книг. И быть Резиденту бесспорным гегемоном в жанре survival-horror, если бы на горизонте не появился он – великий и могучий Тихий Холм. 1 место Silent Hill Не просто игра, но целая эпоха survival-horror, поделившая жанр на до и после. О, сколько волшебных часов моего детства прошли на этих зловещих, мрачных, немного пиксельных, но от этого не менее притягательных улочках городка Тихий Холм. Сколько нервных клеток растрачено в поисках решения изощренных головоломок. Сколько раз сердце замирало, а душа уходила в пятки при каждом шорохе или шуме старого радиоприемника, который станет одновременно вашим другом и злейшим врагом. В игре пугают отнюдь не монстры, хотя они там несомненно присутствуют. Взять хотя бы легендарного пирамид хэда, которого невозможно убить, а один вид его повергнет вас в пучину безумия и заставит с криком просыпаться по ночам в груди кирпичей. Жуть нагоняет сама обстановка. Ощущение, что за тобой непрерывно наблюдает что-то таинственное и зловещее. Следит за каждым твоим шагом и может выпрыгнуть из-за любого угла, не покидает ни на минуту. Держит в напряжении, не отпускает до самого конца. Сюжет игры настолько богатый, что описать его парой абзацев попросту не получится. События каждой части разворачиваются в городе-призраке Сайлент-Хилл, который словно магнит притягивает грешников на свои пустынные улочки. И каждый получит по заслугам, столкнувшись с собственными монстрами. Тем не менее, каноничными считаются только первые четыре части игры. В них писатель Гэри Мэйсон, а позже его дочь Хизер, столкнутся с оккультным орденом Самоэля, единственной целью которого станет вызов в наш мир живого бога. Персонажей и пасхалок в игре так много, что над разгадкой некоторых сюжетных нюансов пытливые умы до сих пор бьются в жарких дискуссиях. Единственное, с чем не поспоришь, игра стала революционным прорывом жанра, первой подарив поклонникам открытый трехмерный мир, вид от первого лица, сумасшедший саундтрек Акиры Ямаоко и невероятно мощный сюжет, который даст фору большинству полнометражных картин и книг. Ну а для меня лично, игра заняла особую нишу еще и потому, что именно с нее началась моя стримерская карьера. В общем, Silent Hill forever in my heart. Это был мой личный топ-лист самых смачных образцов жанра в стиле хоррор, основанный на персональном опыте. А какие игры вы бы добавили в этот список и почему, пишите в комментариях. Кроме того, оставляйте свои пожелания в комментариях по поводу тем для следующих рейтингов и обзоров, мы их обязательно учтем. Спасибо за просмотр этого ролика, ваши лайки и репосты помогут рубрике развиваться. Подписывайтесь на наши каналы на YouTube и ждем вас в госте на прямых трансляциях. С вами был Крррррррррроп. Пока!